13 августа российская телевизионная радиовещательная сеть отмечает 20-летие. В Ульяновской области есть свой филиал РТРС, который обеспечивает многоканальным телерадиовещанием более 96% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки на Россия-1, Россия-24 и ОТР. Помимо этого, филиал транслирует в регионе 14 радиостанций. Современный областной радиотелевизионный передающий центр «Филиал РТРС» является преемником прежнего Ульяновского радиотелецентра, созданного еще в 1959 году. В 2001 году он вошел в состав РТРС на правах филиала. И с этого момента началось строительство цифровой эфирной телесети в регионе. 11 февраля 2019 года ульяновский филиал РТРС прекратил аналоговое вещание федеральных телеканалов в регионе. Таким образом, Ульяновская область вошла в самый первый этап отключения вместе еще с шестью регионами страны. Все вы прекрасно знаете, что наша область полностью перешла на цифровой формат вещания. Да, до этого наша организация распространяла телевидение в аналоговом формате. Но, к сожалению, во-первых, это было только один-два телеканала для жителей области, порядка шести каналов для жителей города Ульяновска. Сейчас это так называемое неравенство информационное полностью нивелировано. Теперь все жители региона получают 20 телевизионных каналов в цифровом формате одинакового высокого качества. Кстати, качество вещания и какие-либо неполадки можно отследить через специальный центр управления. Он позволяет видеть региональные объекты во всех муниципальных образованиях. Зеленые точки говорят о полной исправности объекта. Желтый указывает на наличие небольших проблем, а красный сигнализирует о более серьезных проблемах. В другом кабинете по соседству находится сердце передающего центра цифрового телевидения Ульяновска. Центр кодирования и мультиплексирования. При помощи данного устройства федеральный пакет программ принимается, разбирается на составляющие, дальше реагинализируется, то есть вводятся региональные врезки с нашими новостями и после снова собирается в единый пакет и отправляется на борт космического аппарата. Мы его принимаем на своих объектах по территории области и уже доносим, доводим до комиссии. Современная инфраструктура организации достаточно обширна. На территории области сейчас действует 26 объектов вещания. Среди них два самых высоких в Димитровграде и в Вишками. Здесь телерадиовещание ведется с высоты 250 метров. Выше этих объектов других высотных сооружений на территории области не существует. Изменения произошли кардинальные, потому что мы вещали только три аналоговых канала, а теперь вещаем 20 каналов, то есть два мультиплекса. Первый и второй. Цифровое телевидение у нас появилось 8 лет назад. Сначала смонтировали, смонтировали антенны мачтовые фидерные устройства, ну затем пусконаладочные работы. Ну и с тех пор эксплуатируем это оборудование. Под стать объекту в Вишками работают уникальные в своем деле люди. Сергей Александрович Агафонов в своей профессии 35 лет. Начинал Ульяновское высшее командное училище связи, служил на ракетном полигоне. После, когда распался Советский Союз, пришлось демилизоваться. С тех пор вот здесь. В Вишками бок о бок с Сергеем Александровичем в тот день работал талантливый инженер из Ульяновска Денис Абросимов. Он приехал в Вишкайму для проведения профилактического осмотра объекта. По специальности я программист. Пришел я на эту работу случайно. Знакомые сказали о должности и решил попробовать себя здесь. Работаю уже 5 лет. В планах ульяновского филиала РТРС расширение спектра услуг. Ведется модернизация сети радиовещаний федеральных программ, радиовести, ФМ, радио России, Маяк. В планах программа по распространению интернета в муниципальных образованиях области для обеспечения социально значимых объектов. Для этого за 4 года планируется установить базовые станции ЛТЕ. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.